Я понимаю, что нервничаете, все двигатели, почему надо обновлять, закрутить мозг, например, или контекстов на эту тему? Почему это не осталось, что называется, не в прошлом? Вы имеете в виду в преломлении как раз к этим событиям? Ну, вообще считается, что композиторы, они слышат время вперед. Почему очень многие композиторы при жизни были непризнаны? И, конечно, взгляд на те события человека нашего времени, который знает об этом только из рассказов своих бабушек и дедушек, или прочтенных книг и фильмов, это такая попытка актуализировать, что ли, то, что было там. То есть рассказать нашим современникам, может быть, об этих страшных событиях более актуальным языком. И вот эти, то, что он видел, то, что было зафиксировано, вот этот материал, он использовался на нюрнбергском процессе, как одно из доказательств страшного преступления против человечества. А вот тоже поверение музыкального ряда, там же подкреплено, скажем, бахом или что-то. Да-да-да. Ну, обычно это происходит таким образом, когда мы определяемся с текстом, Валерий Николаевич говорит о том, что в каких местах он хотел бы видеть музыкальные паузы, в каком месте этот текст можно и нужно прорвать музыкой. И дальше мы этот текст отправили Алексею Стадлеру, замечательному музыканту, училисту, который живет в Германии. И выбор музыкальных произведений, это был его выбор.